Добрый день! Мы рады видеть вас в нашем банке. Перед оформлением кредитной сделки мы хотим обратить ваше внимание на некоторые важные моменты. До подписания документов о кредитной сделке, для того чтобы у вас не возникали вопросы относительно погашения кредита, вам будет предоставлена информация об условиях кредитования, в которой указываются сумма кредита и срок, размер процентов за пользование кредитом, суммы ежемесячных платежей по основному долгу и процентам за пользование кредитом. Проценты начисляются со дня следующего за днем выдачи кредита и по день его полного погашения. Уплата процентов начинается в месяце следующим за месяцем в котором был выдан кредит. Основной долг необходимо уплачивать согласно установленному графику погашения кредита. Общая сумма ежемесячного платежа состоит из основного долга и начисленных процентов по кредиту. Обращаем внимание, приведенные ежемесячные платежи являются ориентировочными, так как могут изменяться в случае досрочного погашения кредита, возникновения просроченной задолженности, в случае изменения ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, для кредитов, которым применяется переменная процентная ставка. Далее вам необходимо ознакомиться с кредитным договором и обратить внимание на его существенные условия. Сумма кредита и объект кредитования. Процентная ставка по кредиту. Срок и порядок предоставления кредита. Срок погашения кредита и начисленных процентов. Погашение основного долга и начисленных процентов необходимо производить по 20 число ежемесячно. В случае непогашения вышеуказанный срок сумма непогашенной задолженности будет перенесена на следующий рабочий день на счет просроченной задолженности. В случае возникновения просроченной задолженности по основному долгу проценты уплачиваются в размере повышенной ставки за пользование кредитом, превышающей в два раза установленную процентную ставку по кредитному договору. В случае возникновения просроченных процентов уплачивается неустойка за каждый день просрочки. В кредитном договоре установлен срок полного погашения кредита и начисленных процентов. Погашать кредитную задолженность можно как в соответствии с графиком, так и досрочно, если это установлено условиями кредитного договора. Указан в кредитном договоре также и срок предоставления документов, подтверждающих целевое использование кредита, а именно свидетельство о государственной регистрации возникновения права собственности на объект кредитования, которое должно быть оформлено на ваше имя. Если в обеспечении исполнения обязательств по возврату кредитной задолженности предоставлен залог имущественных прав на приобретаемую за счет кредитных средств недвижимость, вам необходимо в течение 15 календарных дней с момента предоставления свидетельства о государственной регистрации возникновения права собственности на объект недвижимости переоформить договор залога имущественных прав на договор залога недвижимости и зарегистрировать его в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь в течение 30 календарных дней с даты подписания. Обращаем ваше внимание, один раз в три года банк будет осуществлять контроль за состоянием и сохранностью заложенного имущества. Вам необходимо будет предоставлять доступ к заложенному имуществу. В случае, если строительство недвижимости производится путем приобретения жилищных облигаций, то дополнительно в течение 50 календарных дней с датой приобретения облигаций необходимо заключить договор залога жилищных облигаций, приобретенных у застройщика, и зарегистрировать его в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь. Кроме того, в день подписания документов по кредитной сделке вам необходимо будет оплатить комиссию банка за оформление договоров в рамках кредитной сделки в соответствии с действующими тарифами банка. В случае неисполнения вами условий кредитного договора банк вправе выставить к погашению штрафные санкции, а также требовать досрочного погашения кредита и начисленных процентов. Погашать кредит удобно. Вам необходимо знать лишь номер кредитного договора. Кроме того, за вас может погасить кредит любое другое лицо. Существуют следующие способы оплаты кредита. В банкомате нашего банка с функцией оплаты кредита или инфокиоске с помощью карт нашего банка или любого другого банка. В инфокиоске наличными с помощью функции кэшин, а также в сервисе Сбербанк Онлайн, где вы можете отслеживать остаток по кредиту. Также при помощи услуги Сбербанк Онлайн возможно производить оплату мобильного телефона и совершать коммунальные платежи, не выходя из дома. Контролировать свои доходы и расходы, используя функцию выписка по счету. Перевести денежное средство на любую карту за 5 минут. Еще один из способов погашения посредством системы расчет ЕРИП в дистанционных каналах банковского обслуживания банков Республики Беларусь. С целью подтверждения произведенной операции после оплаты необходимо получить чек. В целях выбора места погашения кредита на сайте банка bpssberbank.by. Также вы можете узнать местоположения структурных подразделений банка и банкоматов инфокиосков. Если у вас возникают какие-либо вопросы, связанные с обслуживанием, либо возвратом кредита, обращайтесь к специалисту банка, либо по номеру телефона. Спасибо, что выбрали наш банк. Нам важно, что вам важно. Продолжение следует...